Далой! Теперь только ЗОЖ! Считанные моменты... Нормально! А можно мне так? Майни, мы с вами. Всем привет! И сегодня с реакцией на Сындука и видео про Карлсона. Называется «Потерянный мульт про Карлсона». Я как-то его пропустил. Этот видос. И давайте же нагонять, смотреть. Кто это такой? Ой-ой-ой-ой-ой. Где ты же Карлсон? Что-то это дробь. Ой-ой-ой, Карлсон. Как известно, про Карлсона было снято два советских мультфильма. Про знакомство с малышом и про противостояние Дома Мучительницы. Режиссером обеих картин выступил Борис Степанцев, а художниками и постановщиками были Анатолий Савченко и Юрий Бутырин. Должно быть восемь тортов и одна свечка. Однако мало кто знает, что существует еще и третий мультфильм, созданный этой же командой. Не знаю. Нет. Он вышел в 1971-м, на следующий год после премьеры второй части Карлсона. И долгое время о нем ничего не было известно. Максимум можно было наткнуться на пару кадров из старой рекламной книжки «Союзмультфильма» и ознакомиться с его кратким описанием на сайте базы российской анимации. Называется мультфильм «Сердце», снят по заказу Всемирной Организации Здравоохранения и рассказывает о кардиологии с пометкой «Для взрослых». Звучит интригующе. Единственной зацепкой к возможной причастности Карлсона к этому проекту был только кадр с персонажем, сильно напоминающим известного любителя варенья. Только в более изысканном костюме и в забавной зеленой шляпе. Кухня, кстати, тоже почти один в один из мультфильма о Карлсоне. И все это наводит на мысли о том, что авторы могли просто повторно использовать свои предыдущие наработки для этого небольшого фестивального проекта. Сказать, что так оно и есть. «Сердце» по нынешним данным никогда не транслировали по телевидению и уж тем более никогда не выпускали на кассетах или дисках для домашнего просмотра. В показ осуществлялся всего пару-тройку раз на международных фестивалях для ограниченного круга лиц, причем в Югославии и Болгарии режиссер даже получил за этот мульт награды. На протяжении последних 50 лет мультфильм считался потерянным, но на днях наконец-то нашелся, за что спасибо Игорю Журавлеву, которому также помогли Алекс с Рутрекера, Михаил Подольский и Петр Амелин. Я абсолютно случайно наткнулся на это сокровище на древнем полуживом форуме про анимацию, причем прямо в тот самый момент, когда его выложили в общий доступ. «Я хочу о нем поведать миру!» Итак, «Сердце». Не холодное сердце, не храброе сердце и даже не собачье. На поверку это вдруг оказался вполне себе приквел к Карлсону, ну, по крайней мере в моем хэт-каноне. Главный герой действительно вылитый Карлсон. Его рисовали те же художники и фильм создавал тот же режиссер, так что давайте представим, что это правда будущий обитатель крыш. Только пока что он без пропеллера и ожирения. Карлсончик живет в одиночестве и ведет обычную жизнь среднестатистического гражданина. Проснулся, улыбнулся, умылся, помылся, сходил на работу, вернулся домой, поел, лег спать и так по кругу. Некоторые подробности его быта показаны даже с особым вниманием к деталям. Чела вполне устраивает его простая жизнь. После работы он любит хорошенько покушать разный вкус. Нормально он покушает, слушайте, день работает, покажите, я тоже хочу туда. И залить все это дело бутылочкой чего-нибудь крепенького, сверху полирнуть большой кружкой пенного и на боковую. К этому моменту в герое уже отчетливо узнается образ Карлсона. Не хватает только озвучки Ливанова, а так те же ручонки с пеньками вместо пальцев, та же мимика, та же любовь нажраться. Сказка дает сбой, когда начинают проявляться первые побочки такого образа жизни. Сердце как странно колотится, ночью организм просыпается от страшной икоты, еще и пуговицы на одежде перестают застегиваться. Это точно не мультяшная версия кита с Брэндоном Фрейзером. Я самый больной в мире человек. Кстати, у Карлсона с пропеллером моторчик тоже барахлил. Только ему с болью помогало справляться варенье, а не сигареты. А пока выкурил сишку и полегчало. А вот ваше курение... Что ж, пора опять на работу, только челик в этот раз так сладко подремал, что проспал ее к чертям, о чем ему сообщил недовольный шеф по телефону, моментально оформив увольнение. Привет, ты уволен? Хорошо, что сегодня с помощью телефона можно не только принимать звонки от злобного босса, но еще и покупать билеты в кино. Ну этот автор покушает, ребята, ну одобряем, одобряем. Вот этот автор тоже покушает. Я антимания, я очень зол, я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки в честь открытия, поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. У вас плохо с дисциплиной, мистер Карлсон. Думаете, вы особенный? Холостяцкая идиллия Карлсона продолжает разваливаться. Настроение знатно подпорчено, нервишки сдают. В такой ситуации людям со слабой силой воли легко сорваться и, не дай бог, уйти в запой. Герои уже на все глубоко по барабану. Вновь звонящий телефон теперь вызывает только раздражение. Весь поступающий стресс он топит в алкоголе и безостановочно пыхтит. Все, что ему сейчас нужно, это чтобы его просто оставили в покое. И вот, покой, наконец, обретен. Душа покинула тело, и Карлсон впервые полетел. Привидение с макуром. Но не так далеко он успел пока улететь на своих ангельских крыльях, потому что очень вовремя подоспела скорая помощь. В жизни одинокого затворника появляется женщина. Чудодейственное средство против вредных привычек и саморазрушения. Бухло долой, курение долой, быструю еду долой. Теперь только ЗОЖ. Нормально, а можно мне так? Оп, 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 такой, опа, накачался сразу. Ладно, похудел хотя. Мне мой животик чуть-чуть буду брать. Так-то подкачиваться я подкачался. Герой преображается и буквально цветет. Но счастье длится недолго. Медсестра настроена не особо романтично. Но все-таки она сюда чисто по работе приехала, и вообще ей пора на другой вызов. Кушала. В кино пошла. Финал остается открытым. И зрителям приходится только гадать, как много времени пройдет, прежде чем юный Карлсон снова вернется к бутылке. И умрет уже по-настоящему. Чего? Посыл мультфильма ясен, вроде бы. Не забрасывай здоровье, если не хочешь сдохнуть. Или найди девушку, если не хочешь сдохнуть. Или, может, какой бы классной ни была твоя жизнь, ты можешь в любую секунду остаться без работы и сдохнуть. В целом мораль тут довольно серая. Позитивно. Да и нам важнее другое, как это вяжется с Карлсоном. Реальная предыстория Карлсона окутана тайной, и существование этого героя подавалось как данность, что в оригинальной книге Астрид Лингрен, что в советской экранизации. Откуда взялся этот маленький летающий мужичок? Кто он? Продвинутый робот? Инопланетянин? Или просто галлюцинация? Вариант с воображаемым другом малыша всегда выглядел как наиболее логичное объяснение. Тем более в том же бойцовском клубе похожий прием ни у кого не вызывал вопросов. Давай пошалим сейчас, а? Первое правило клуба. Но если брать во внимание этот мультфильм, Карлсон раскрывается с новой стороны. Хотите заняться дедукцией? Это плазменная сущность Карлсон. Это призрак предыдущего... Это SCP, это SCP чисто реально. ...квартиры, где ныне обосновалась семья малыша. SCP Карлсон. Ты что, с ума сошел? Кухня выглядит практически идентично с поправкой на небольшой ремонт, который пришлось сделать новым хозяевом. При жизни Карлсон постоянно переедал, из-за чего и начались проблемы с сердцем. Самый больной в мире человек. Его дух также зациклен на обжорстве. Там еще осталось немножечко варить. Он без конца требует у малыша разного рода угощения. 8 пирогов и 1 спичка. И 1 спичка. Он летает не благодаря пропеллеру, а благодаря своей призрачной природе. За счет своих ангельских крыльев. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Что за фон? Что-то жжает вообще плавится. Фрэкенбок не ошиблась, когда подумала, что перед ней привидение. Конечно, привидение. Беспокоенная душа умершего искала любовь. После того, как его отвергла медсестра, разбитое сердце стало еще уязвимее. И алкоголь с курением сделали свое дело. Но когда Карлсона полюбила Фрэкенбок, его дух наконец-то смог отойти в мир иной, растворившись навсегда. Он улетел! Ладно, я просто немного заскучал по конспирологическим разборам. Это прикольно. Хоть пазл и собирается довольно красиво, некоторые детали противоречат этой теории. Во-первых, в мультфильме сердце все происходит внутри, собственно, сердца. Это просто иллюстрация прогрессирующего кардиологического заболевания. А то, что герой похож на Карлсона, ну, это авторы, по всей видимости, просто решили использовать уже имеющийся у них образ, чтобы было легче рисовать. И благодаря этому мы увидели, как герой детства бухает и курит. Спасибо, что он ролик на его. Курить вредно. Видите, какой я худой? Это от курения. Самое печальное, что Борис Степанцев так и не успел снять настоящую третью часть Карлсона. Сначала он ее откладывал, потом просто потерял к ней интерес и увлекся другими проектами. А в 1983 году умер в возрасте 53 лет от Азида. Ну, реально молодой. Тоже сердце. Между прочим, у Степанцева это не единственный мультфильм про вред алкоголя. Еще задолго до Карлсона, в 1954 году, самой первой работой режиссера была кукольная социалочка «Злодейка с наклейкой». В коротком фильме пол-литровые будут... Прикольно звучит «Злодейка с наклейкой». Блин, мне нравится название. Название очень крутое. Прямо «Злодейка с наклейкой». Круто. ...с мерзким хлебалом бродит по колхозу и соблазняет местных работяг. Мне прямо нравится название. ...нужно как-то заинтересовать. Почему для заказухи от Всемирной Организации Здравоохранения была выбрана не эта бутылка, а образ Карлсона, мы, скорее всего, уже никогда не узнаем. Ну, чем я хуже? Что-то мне подсказывает, дело в том, что бутылка просто не обрела столь огромной народной любви. Хотя это, конечно, с какой стороны посмотреть. Мультфильм «Сердце» считался единственным потерянным в фильмографии режиссера Бориса Степанцева. Но теперь этот пробел восполнен, что, безусловно, отличная новость, которой, я надеюсь, у меня получилось привлечь дополнительное внимание. Целиком мульт я залью на свой дополнительный канал. Для этого ролика пришлось немного повозиться с апскейлом через нейросети и цветокоррекцией, чтобы картинка получилась более-менее сносной. Вау, ну, кстати, реально сносная получилась. Я думаю, ничего себе качественного. Так что смотрите на здоровье. Сындук. Благодарю, блин. Прикольно, круто, круто, очень круто. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Переходите, подписывайтесь на Сындука. Подписывайтесь на мой канал, чтобы меняется реакция. Вообще, да, Карлсон, конечно, мультик детства. Всем удачи, всем пока. Пау.